Итоги работы Следственного комитета за прошедший год были подведены на пресс-конференции. В самом начале руководитель управления отметил, за последние пять лет преступлений в регионе становится все меньше. В 2012 возбуждено 99 уголовных дел. Можно подумать о тенденции, когда идет вспад, а потом будет резкий всплеск. Вполне возможно, что это социальное явление, преступность, о ней можно рассуждать, не рассуждать. Поэтому мы должны не быть готовы к любым проявлениям ее. И уже январь 2013 года показал, насколько непредсказуема преступность. В первый день Нового года на проспекте строителей был застрелен Ивановский предприниматель. Следствие продолжается, однако пока по этому делу никто не задержан. 15 января в результате вооруженного нападения был убит таксист. Еще двое человек были ранены. Злоумышленника задержали в тот же день. Сейчас следствие в отношении его продолжается. Сыщики склонны считать, что стрелок страдает психическими расстройствами. За данное преступление ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, как по их совокупности, так и только за второе убийство. Кроме того, в его действиях усматривается ряд других преступлений. Это и разбой, это и незаконное хранение, ношение, использование оружия. В настоящее время судом советского района ему избраны мероприятия в виде заключения под стражу. А серия жестоких убийств 2011 года, жертвами которых стали четыре девушки, до сих пор не раскрыта. В материалах дела уже больше 25 томов. На причастность проверено около тысячи человек. И пока все безрезультатно. Следствие продлено до мая текущего года. Есть основания полагать, что убийца не один. После последнего преступления прошло уже больше двух лет. Данные эти преступления в настоящее время больше на территории Ивановской области не выявляется. Мы исходим из того, ну предполагаем, по крайней мере, в том числе с учетом оперативной информации, что после того, когда начался вот этот комплекс, громадный комплекс следственно-оперативных мероприятий, которые, ну поверьте, на самом деле громадный комплекс, которые были задействованы, скажем так, ну очень большое количество лиц, то я так понимаю, что он просто ушел с Ивановской области, либо затих вообще. Если вдруг убийцы попадут в поле зрения следователей в другом регионе России или странах СНГ, то их непременно соотнесут с преступлениями в Иванове и сообщат в местное управление. Поэтому записывать это дело в так называемые глухари пока рано. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.